Всем огромный привет! И в сегодняшнем видео я хочу с вами опять посидеть, поболтать, ответить на ваши вопросы. Сегодняшнее видео у нас будет из рубрики «Откровенно говоря». Я вас попросила в Инстаграме задать мне некоторые вопросы, те вопросы, которые, может быть, давно вы хотели мне уже задать, или, может быть, чтобы я затронула или раскрыла некоторые темы, которые вас давно интересовали. Что ж, я надеюсь, что вам понравится это видео, что оно будет для вас интересным, что вы немножечко расслабитесь. Наливайте себе чашечку чая, кофе, какао, сока, воды, всё, что вам нравится, и поехали смотреть. Итак, первый вопрос будет на немецком, я его, конечно же, переведу. Как ты ведёшь себя с людьми, которые тебе завидуют? Я должна сказать, что я пытаюсь таких людей просто ограничивать от себя. Я пытаюсь с ними не общаться. Знаете, не то, что там я с ними общаюсь, но просто я не рассказываю, что я купила себе это, или что я поеду туда, или, может быть, что мы с мужем запланировали то-то, то-то, или вот мы наконец-то что-то приобрели. Нет, я просто пытаюсь вообще не общаться с такими людьми или сокращать общение по минимуму. У меня были такие ситуации, что я встречалась с людьми, которые, ну, видимо, тебе завидуют, потому что лично я такой человек, я сужу по себе. Если я вижу что-то у людей, что, например, я себе давно бы хотела, или, может быть, что о чём я мечтаю, а у них это появилось, то я радуюсь за этого человека. Я никогда не завидую. Единственный момент, если я, например, также хочу, например, приобрести что-то, да, скажем, какое-нибудь материальное, да, в материальном плане, то я говорю «Вау, классно!» и я себе тоже это хочу. То есть я даже в открытую могу сказать человеку, что круто, или там где-то это купила, или где-то это нашла, сколько это стоило, просто для того, чтобы понять для себя, какие пути мне нужно принять, чтобы, например, купить себе это, или, например, чтобы до этого дойти, понимаете? Я всегда радуюсь за этого человека, плюс говорю ещё, что я тоже такого бы себе хотела, и стремлюсь просто к этому. Значит, я буду проворачивать такие дела, чтобы прийти к этой своей, собственно, цели. Есть такие люди, которые никогда тебе ничего не скажут, никогда за тебя не порадуются, и которые просто посмотрят и скажут «Ну да, да», и всё. А затем, несколько времени спустя, покупают себе либо то же самое, либо что-то похожее, и они как раз-то хотят, чтобы за них радовали, чтобы им сказали «Вау, это классно!» Знаете, и мне даже вот как-то неохота общаться с такими людьми или как-то показывать свою радость за них, потому что они не показывают свою радость, но и мне как-то даже «Ну вот что?» Я буду радоваться человеку, который тебе того же не желает, понимаете? Поэтому я пытаюсь вообще по минимуму общаться с такими людьми. Сравнение себя с другими, как перестать гнаться за красивой жизнью. Вот мне кажется, это тоже немножечко относится к зависти, к такой, потому что зачем себя сравнивать? Конечно же, ты можешь сравнивать себя, но именно вот в этих вот здоровых пропорциях, потому что когда ты видишь, что человек успешный, что у него получилось сделать это, 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 тебе хочется этого тоже как-то в какой-то степени. Но здесь люди подразделяются уже на две категории. Одни страдают, что у них этого никогда не будет, и они этого никогда не добьются, скажем, или будут завидовать просто чисто дома в подушечку. Другие же будут стремиться к этому и думать, что если у него это получилось, значит, у меня это тоже получится. И как раз-таки в этой ситуации я бы вам порекомендовала или посоветовала с моей стороны, поскольку вы меня спрашиваете, обратиться к другой категории человека, который именно говорит, что я этого также добьюсь, и у меня это тоже получится. Вы не то что гонитесь в данной ситуации, вы просто пытаетесь быть успешными, или вы просто пытаетесь, допустим, достичь той же цели, например, что и у этого человека. И если этот человек вас вдохновляет, если вам это нравится, то не нужно сидеть на месте, то нужно поднимать вашу пятую точку и делать всё, чтобы достичь этой цели. И никогда нельзя завидовать, никогда нельзя себя сравнивать и завидовать. Причём каждый человек решает свои дела или достигает своей цели по-своему. Каждый делает это по своей какой-то траектории определённой, у каждого свои возможности. Каждый доходит до этой цели по-разному. И не нужно думать, что если вот он сделал так, значит, мне тоже так надо сделать, но вы сделали так же, и у вас не получилось достичь этой цели, значит, вам нужно смотреть, как вы по-своему можете до неё дойти. Вика, привет! Как долго планируешь ещё заниматься блогерством? Знаете, я задумываюсь над этим вопросом сама иногда, потому что мне кажется, ну, конечно же, YouTube, ну, я не знаю, может быть, он будет существовать и последующие 50-100 лет, мы, конечно же, не знаем, но, может быть, какие-то моменты будут изменяться, что-то может переделаться, могут измениться какие-то законы, бла-бла-бла. Я уже так долго этим занимаюсь, что, с одной стороны, я даже как-то не представляю себя без этого, но, с другой стороны, я также думаю, что моё блогерство, конечно же, не вечно, как и блогерство остальных людей. Я не думаю, что в 50 лет я ещё буду снимать какие-то макияжи или прически, хотя кто его знает, да, но как бы жизнь штука такая, что ты вообще не знаешь, в какую сторону тебя повернёт. Пока это дело ещё существует, пока на блогерство есть спрос как у брендов, так и у зрителей, пока у меня самой есть интерес и желание, пока я вижу, что всё, что я делаю, скажем так, окупается, потому что блогерство — это, с другой стороны, также и моя работа, мой заработок. Получается, я своё хобби превратила в работу, и это очень круто. Многие считают, что это что-то непонятное до сих пор, но почему нужно относиться к этому с недопониманием? Почему работа должна быть, вот именно вы выходите из дома, едете куда-то и там отработали 8 часов, пришли домой, да? То есть если вы сделали своё хобби, а хобби — это как раз то дело, которое вам нравится, своей работой, то это, наоборот, очень-очень круто. Поэтому если это будет ещё действовать и работать, если вообще блогерство будет ещё существовать, то я буду этим заниматься. Не могу сказать, как долго это будет ещё всё длиться, но вот сейчас, на данный момент могу сказать, что у меня нет мысли с чем-то заканчивать и прикрывать лавочку, так скажем. Многие спрашивают ещё на тему отношений мужа и жены в семье, уважения и так далее. Мы с Сашей снимали, и такой вопрос повторяется, мы с Сашей снимали не так давно видео «Style and Talk», где мы с ним отвечали на вопросы. То есть я красилась, и мы с ним отвечали на ваши вопросы, касающиеся отношений в семье, муж и жена, ревность, дети, и всё в таком духе. Я вам оставлю ссылочку здесь на это видео, и под видео также целый списочек примерно 10 последних моих видео. Вы можете просто пролистать и посмотреть, прокрутить, что вам может быть интересно, и посмотреть сразу же. Поэтому все вопросы, я думаю, или лучше сказать, все ответы на ваши вопросы подобные, я думаю, вы можете найти именно там. «Привет! Были ли у тебя какие-то страхи в жизни? Если да, то как их преодолевала?» Я вообще такой человек, начнём с такого, с малого, да? Я вообще человек трус. Я трусиха. Что касается, например, если вот такое банальное, просто не углубляясь в вопрос, я боюсь смотреть какие-то фильмы ужасов. Я до сих пор боюсь темноты. В целом я уже с детства всегда чего-то боялась. Я боялась, что меня в детстве кто-нибудь украдёт. Я боялась, что меня там вдруг схватит какой-нибудь дядька. И причём не то, что меня там запугивали, вот, не ходи с кем, не это. Конечно, это говорили, как и всем детям, там, да, с тем не разговаривая, там, с этим не это. И, ну, я думаю, как вы все знаете, да, просто такие меры предосторожности всегда детям это нужно объяснять. Но я же с моим умом всегда настолько себе это всё так красочно могла представить и уж чересчур всё придумывать, что я просто там могла бояться любого прохожего, кто на меня там просто так посмотрит. И вот так вот всю свою жизнь я как-то чего-то боялась. Потом, когда ты становишься взрослее, у тебя уже какие-то более, скажем, взрослые страхи, там, если вдруг какая-то болезнь близкого или чего-то ещё. Теперь, когда у тебя появились дети, ты боишься за своих детей там постоянно, что-то тебе напридумываешь, накручиваешь. Хотя, с другой стороны, знаете, это такой инстинкт самосохранения, но, с другой стороны, опять же, это настолько тебя уже просто выматывает, и ты такой уже думаешь, так, всё, хватит, я уже что-то не в ту степь пошла, слишком много себя накрутила, и всё в таком духе. Вот так вот о каких-то конкретных страхах я бы даже, наверное, не могла бы вот сейчас сказать, потому что у меня постоянно что-то летает, летает вот так вот в голове. Но поскольку я всегда пытаюсь быть на позитиве, я всегда пытаюсь себя настраивать на позитив, и я всегда люблю смеяться, вы знаете. И я такой позитивный человек, который потом вот эти вот страхи так от себя сам же отгоняет и успокаивает. Поэтому как таковых таких прям ужасных страхов, что вот вдруг что-то случится, я не могу даже назвать, потому что я пытаюсь даже и не думать о таком, потому что с годами я себя натренировала не думать и не зацикливаться, почём зря себя не накручивать. Как вы, имея большой размер ноги, не боитесь носить обувь, которая это подчёркивает? Вот знаете что? Когда я говорю, что у меня сороковой размер ноги, некоторые думают, не думают, а говорят или пишут мне. О, а как вы носите вот такую вот обувь? Или, например, обувь там с острым носочком или что-нибудь ещё, потому что острый носок всё равно ещё как бы подчёркивает длину ноги, да? Знаете, вот у меня был такой комплекс, когда я была ребёнком и подростком, потому что моя ступня очень быстро росла, и в пропорции с моим ростом это было ещё не совсем соотносимо, да? Ну, теперь у меня рост метр семьдесят один, и я нисколько не парюсь на своём размере ноги. Я не считаю её большой. Да, сороковой, да, это, скажем, не среднестатистический размер ноги, да, но это не огромная лапа, сорок пятый растоптанный. Я не считаю это причиной, по которой я должна стесняться своей ноги или обуви уж тем более. А как девочки, которые метр восемьдесят и носят каблуки? Спокойно. Я считаю, что это всё дело вот здесь вот в голове, и если вы сами будете относиться к себе с претензией, что вам это не нравится, если вы сами будете этого стесняться, то и другие будут на это обращать внимание. Поверьте мне, это самый-самый малый недостаток или если его можно вообще найти недостатком на земле, что у вас чуть больше размер ноги. Пластические операции планируете? Знаете, я человек, который в принципе доволен своей внешностью. Когда я была чуть моложе, да, такая вот молодая девушка из подросткового возраста, переходящая уже в молодую девушку, да, женщину, я думала, что у меня небольшая грудь, что вот, было бы, конечно же, круче, если бы она была побольше. И помню, поначалу даже спрашивала у Сашки, когда мы с ним только сошлись, там вот, ну ему, конечно же, всё нравится, и нравилось, и нравится до сих пор. Вот, и теперь я понимаю, что, блин, ну маленькая грудь, это вообще не повод расстраиваться из-за чего-то, потому что она как бы у меня, хоть и небольшая, но тем не менее форма есть, я могу себе позволить надеть некоторые вещи без лифа. У меня всё ещё нормально выглядит, и эта маленькая грудь на протяжении твоих лет, и в 50 лет, я думаю, она у меня будет на том же месте, где и сейчас, потому что если у вас грудь уже чуть побольше, то вы, я думаю, сами знаете, что со временем она немножечко опускается под силой притяжения Земли, да, так скажем. Про роды очень актуально, как у вас было, как приходили в себя эмоционально. Знаете, когда я родила Веронику, я через некоторое время затем снимала видео на тему родов в Германии. Я не то чтобы там рассказывала, как это у меня там было поминутно, да, но я примерно вам рассказала, как это у меня было. Если вам интересно, то я ссылочку на это видео также здесь оставлю. Оно у меня вышло, по-моему, в начале 2018 года, два года назад. Я думаю, если вам сейчас это актуально, то я думаю, это видео будет для вас актуально. Что нравится, не нравится в Германии? Тоже интересный вопрос. Начнём с нравится. Мне нравится то, что в Германии всё по закону. Здесь нет беспорядков, скажем так. Немцы достаточно пунктуальны. Мне нравится, что здесь очень хорошая социальная помощь. Что мне не нравится. Иной раз мне как раз таки не нравится. Именно что здесь всё по закону, понимаете? То есть иногда это очень дотошно бывает. Это, знаете, смотря с какой стороны ты посмотришь на ситуацию. Я думаю, вы знаете о таком законе, что, например, в Германии нельзя включать громко музыку после 10, по-моему. Если же вы хотите, допустим, погулять с вашими друзьями, то вы можете, допустим, если вы живёте в доме, в подъезде, вы можете поройтись по соседним квартирам и сказать, что вот сегодня у нас будет громко, мы вас предупредили. Если ваши соседи ок, то они скажут без проблем, мы понимаем. Тем более на выходных. Если же вы не предупредили, то могут даже вызвать полицию. Я уже была свидетелем. К нам, конечно же, не вызывали полицию, да, но я была свидетелем, когда там к соседям другим уже вызывали полицию, потому что было слишком громко, и они не реагировали на звонки, допустим, соседей, что сделайте потише и так далее. Могут вызвать полицию. С другой стороны, ты думаешь, блин, ну дайте людям погулять. Но когда ты, например, в ситуации, когда ты сам включаешь музыку, и к тебе приезжает полиция, ты думаешь, блин, ну какого фига, да? Но когда случается ситуация, когда ты хочешь поспать, а соседи слушают громко музыку, то ты думаешь, я могу позвать полицаев. То есть вот здесь вот с какой стороны ты посмотришь, с какой стороны ты будешь наблюдать за этой ситуацией. То же самое, что, например, если у вашего соседа не будет убрана зимой дорожка, там будет гололёд, а вы на этой дорожке у его дома подскользнулись, там сломали руку, не дай бог, то вы можете подать в суд на вашего соседа, потому что он не убрал эту дорожку. С другой стороны думаешь, ну блин, ну с кем не бывает, ну не убрал, ну может быть забыл, или не было времени, или что-то там не получилось у него убрать. С другой стороны, практически всегда и у всех здесь убраны дорожки, всё чисто, везде ты можешь пройти. Вот это вот мне и нравится, и не нравится в Германии. Ещё мне также не совсем нравится медицина в Германии. То есть если у тебя там будет какое-то заболевание, тебе могут прописать рецепт, тебя могут отправить туда-сюда, положить в больницу, и большую часть, например, за тебя платит страховка. Но в экстренные случаи, когда ты, например, упал, я помню, у Сашки тогда была проблема с колено, у него порвался мениск, ему нужна была срочная операция, у него вздулось колено, он не мог ходить, его никто не хотел принимать, понимаете? Вот просто хоть ложись и помирай. Хорошо, что у него через его шефа на работе был знакомый, который работает там-то, там-то, и его приняли в одном месте, чтобы посмотрели, чтобы сделали рентген и так далее. Это всё блат, понимаете? Этот блат, он просто везде. Когда мы приехали в Германию, мы думали, что... Ну, мы думали, что, да, всё по закону, закон-то он, в принципе, и в работе, этот закон. Но всё равно, если у тебя есть какие-то контакты, какой-то блат, это твой плюс, потому что это везде так, мне кажется. Про свекровь. Интересно, так хочется послушать про свекровь, я вам не буду сейчас жаловаться на мою свекровь. Я вам могу сказать только, что она у меня отличная, очень хорошая женщина, и я очень рада, что у меня такая свекровь, её точно... Я бы не променяла на другую, и послушав иногда какие-нибудь чьи-нибудь рассказы, я думаю, у меня просто ангел. Просто ангел. Поэтому, да, вот так вот. Как немцы относятся к русским немцам или просто русскоговорящим? Если это адекватные немцы, то они отлично к русским относятся или к русскоговорящим. Если это адекватный человек, если он спокойно к этому относится, то он будет относиться абсолютно ко всем толерантно, спокойно и адекватно. Здесь, мне кажется, просто зависит от человека. Есть, конечно же, такие, которые крутят носом или могут на тебя как-то так странно посмотреть, но я думаю, это везде есть такое. Как добиться такой шикарной фигуры, девочки? Она у меня... Спасибо большое, спасибо, что вы мне пишете такие комплименты. Мне это очень приятно. Но она у меня далеко не шикарная. Я не танцую перед вами в купальниках. Я не показываю вам свою попу или что-то там ещё. У меня есть целлюлит, у меня есть растяжки, которые появились у меня ещё в 15 лет. Да, когда мы переехали в Германию, как раз переходный возраст, как раз здесь поменялась кухня, да, всё хотела попробовать. И я так начала, так как на дрожжах, и у меня появились растяжки. Я хоть и худенькая, я по своей физиологии всегда была уже худенькая, как девчонкой, так вообще я была просто такая... Такой вот палочка. Но в целом я бы не сказала, что у меня супершикарная и идеальная фигура. Я, может быть, не страдаю лишним весом, но заниматься спортом мне бы не помешало, что, кстати, я и начала делать. Об этом я вам расскажу во влоге, который выйдет на следующей неделе. Вот. Но в целом никто не идеален, никто просто не идеален. И даже фитнес-блогеры имеют целлюлит и растяжки. Так что, девчонки, всё с нами хорошо. Главное-главное — любить себя. Я перестала себя просто как-то критиковать. Я перестала трястись над своей фигурой, потому что раньше для меня это было... Ну, очень... Конечно, мне и сейчас это важно, не поймите неправильно, но нужно также научиться любить себя. И мне кажется, я сейчас, вот именно к 30 годам, я начала распознавать это и понимать, что я люблю и свой целлюлит на себе, я люблю и свои растяжки. И, конечно же, если я захочу как-то себя подтянуть, перейти в тонус, я это сделаю. Вот. Но, тем не менее, пока вы здоровы, пока с вами всё хорошо, пока нет каких-то проблем в жизни важных, то всё хорошо, и вы должны быть благодарны. Благодарны, что у вас есть это тело, которое вас носит, которое носит вашу душу. Почему не дружите с немками? Такой вопрос. С одной стороны, кажется, что как будто бы я так принципиально не дружу с немками, но на самом деле это не так. Просто у меня как-то так по случаю судьбы получилось, что в моём возрасте здесь в округе нет немок, с которыми я могла бы общаться. Это не значит, что я бы никогда бы не дружила бы с немками. Нет. Я вполне нормально могу общаться с немками. Я могу общаться, например, с женами Сашиных друзей. Я могу общаться со знакомыми моих подруг русскоговорящих, но которые дружат с немками. Прекрасно с ними могу контактить, и поэтому просто как-то получилось так по ситуации, что в моей округе не оказалось каких-то немок, с которыми я могла бы прям дружить-дружить. Но это не значит нисколько, что я принципиально исключаю немок из моего круга общения. Интересно увидеть ваш дом. Я специально не показываю свой дом. Я считаю, что я и так показываю очень-очень много всего, и мне кажется, этого достаточно, чтобы снимать какие-то рум-туры или хаус-туры, или чего-то там еще. Я считаю, что это уже переходят границы, лично мои. Каждый решает за себя. Мне самой интересно смотреть такие рум-туры или хаус-туры, или что-то еще. Но лично я хочу немножко этой приватности. То есть я не хочу заглядывать в каждый угол моего дома, показывать вам каждый скелет в шкафу, скажем так. Вот, может быть, через некоторое время это поменяется, и я вдруг захочу вам чем-то с вами поделиться, что-то вам показать, может быть, какой-то инспирации или что-то еще. Но в целом, да, я такое не снимаю. Как тебе удается распределять время на мужа и на детей? Ну, у меня также есть выходные. Время на мужа. Саша у меня работает с утра до вечера, мы с ним видимся только по вечерам. Получается, вечером я, в принципе, тоже так не сильно прям работаю, да. Время на детей, ну, это в промежутках, если я не работаю, получается. Я со своими детьми. На выходных я не работаю, я со своими детьми, я со своим мужем. То есть как у всех в рабочей семье вы работаете, вы не работаете. Так и у меня. Я работаю, не работаю. Я со своими детьми, с мужем, я на работе. Как перестать слушать осуждающее общество на любую тему? Но если осуждают тебя или твои поступки, то таких людей также нужно исключать из своего общества, не общаться, я считаю. Даже если, может быть, этих людей ты не можешь так прям быстро исключить, потому что, например, если это твои какие-нибудь родственники, с которыми ты так и так будешь общаться, но просто говорить «стоп» и не реагировать, и не общаться. Кому нужно чьё-то осуждение? Правильно? Кому это нужно? Это никому не нужно. А человек, который осуждает вас, во-первых, он не имеет на это права, а если он считает, что он имеет на это право, то вы также можете иметь право послать этого человека. Правильно? Как вы снимаете влог? Я люблю вас смотреть. Вы вроде и очень близки со зрителем, но при этом у вас получается, как мне кажется, иметь жизнь за кадром тоже. Многие зрители, следя за блогерами, особенно если это какие-нибудь фамильные фэмили-влоги, что-то такое семейное, когда человек показывает какую-то часть жизни, то многие начинают думать, что это вся жизнь этого человека и блогера. Это огромное заблуждение почти всех зрителей, огромное заблуждение, потому что это только маленькая часть того, что показывает человек. Во-первых, лично вот у меня на канале влоги могут выходить, то я могу снять два влога подряд, то потом у меня целый месяц не выходит влогов, потом я опять что-то сниму. Я же не хожу с камерой, например, 24 часа в сутки, правильно? Я сняла какой-то момент, я отложила камеру. Затем случается что-то интересное, или, может быть, я хочу вам что-то рассказать, я опять включаю камеру, затем я её выключаю, и всё, что случается за камерой, вы не видите. Вы не видите общения меня с мужем, например. Также, если, например, кажется, что дети никогда не капризничают, никто же не будет снимать капризных детей. Но вообще в целом, в целом думать и смотреть, и делать выводы из того, как я себя повела с ребёнком, или как я себя повела с мужем, как муж отреагировал на мои какие-то слова или на мой вопрос, и делать из этого выводы, что именно так у нас в семье и заведено, это огромная ошибка и большое заблуждение. Поэтому не думайте о том, что то, что вам показывает блогер, это прям вся жизнь, это вся жизнь. Я не думаю, что блогер, который уважает себя и уважает свою приватность, скажем, да, личное пространство, будет показывать всё-всё-всё-всё-всё подряд. Поэтому, конечно же, у меня есть моя личная жизнь, приватность моя, и мне это очень нравится, что я могу как бы поделиться какими-то моментами из своей жизни, показать вам что-то, может быть, зарядить вас позитивом и вдохновением. Но и, с другой стороны, у меня есть своя личная жизнь. Ну вот опять солнышко начинает появляться. «После родовая депрессия сталкивались ли вы с ней? Если да, как по пароли?» Этот вопрос очень часто у меня здесь, кстати, встречается среди вопросов. У меня была послеродовая депрессия, по-моему, я об этом также рассказывала вам в своём видео. У меня было как в первый, так и во второй раз, именно в видео, где я рассказывала вам о родах. Это у меня было как со старшей, так и со младшей. «После родовая депрессия» она проходит сама по себе. Я не впадала прям вообще в глубокий депрессняк, я бы сказала, но всё равно такие отголоски после родовой депрессии у меня, конечно же, тоже были. Затем со временем это, в принципе, само проходит. Я бы не сказала, что я как-то сильно с ней боролась, потому что я понимала, что это всё гормоны, что это новая жизнь и что это пройдёт. Здесь я бы, может быть, просто посоветовала не быть такой слишком фанатичной мамой и трястись за всё, потому что ты не можешь контролировать всё подряд. Не можешь, просто не можешь. Если ты хочешь так делать, то ты просто сломаешь себя. Иногда даже лучше немножечко, знаете, так закрыть глаза и думать, да нормально всё, да что я себя накручиваю, правильно? Во сколько лет я разрешу своим девчонкам краситься, так сказать, постоянно, на постоянной основе? Ну-то я думаю, там, встала, пошла, там, в школу собралась, накрасилась немножко, да? Я не задумывалась над этим вопросом, потому что я не переживаю из-за этого. Аннабель у меня сейчас на данный момент вообще не интересуется косметикой нисколько. Если вдруг на какие-то праздники или вот у нас сейчас карнавал, она переодевалась в школу, я ей говорила, давай вот это вот подкрасим, давай вот это... И только-только там через мои мольбы, или я ей говорила, да, это будет вот так вот и совсем чуть-чуть, и она тогда посмотрит уже, что я там ей показываю, что я, может быть, хочу нанести, и только, ну ладно, так уж и быть, разрешает. Если у неё появится интерес краситься, то я не буду ей запрещать, потому что, я знаю по себе, я начала краситься в 14 лет. Может быть, лет в 13 я там пробовала что-то себе наносить, какую-то помаду или ресницы красить, но я не выходила так на улицу, я дома так просто баловалась, да, а потом всё это стирала. Именно в школу я начала краситься, по-моему, с 14 лет. Вначале это были ресницы, затем я начала добавлять там на какие-то особые случаи тени, но мне никогда ни мама, ни папа тем более не говорили, что ты так накрасилась, или иди умойся, или что-нибудь ещё. Никогда в жизни. И я сама могла решать, что я себе накрашу. Глаза, не глаза, ресницы, не ресницы. Поэтому я буду точно так же со своими детьми. Потому что, я думаю, когда ты запрещаешь краситься, то ребёнок хочет намазать на себя ещё больше, ещё больше, ещё больше. А когда у тебя такие открытые отношения, и когда она может спокойно дома накраситься, допустим, и пойти в школу там или гулять, то ради бога. Другое дело, если она выходит из дома ненакрашенная, затем красится, потом опять идёт домой, по дороге всё стирает, и приходит домой опять ненакрашенная. Это для меня не вариант. Дружно ли жили с сестрой в детстве? С сестрой мы жили дружно, и живём до сих пор дружно, если встречаемся. Потому что мы с ней... Нас ещё в детстве всегда называли сиамские близнецы, потому что мы всегда были вместе. Всё, что они делали, ну практически, да, всё, что они делали, всегда были вместе. Всегда сидели вместе за столом, если что-то там рисовали, вот прям рядышком. Всегда сидели в одном кресле и смотрели телевизор. Даже если одно кресло, там у нас стояло, помню, два кресла, посредине такой журнальный столик, и если одно кресло пустое, то мы вместе всегда садились. Если я сидела в кресле, она ко мне садилась, если она, то я к ней садилась. И мы сидели вместе, и затем у нас это кресло уже так развалилось, что у нас такие ещё старые кресла, помню, были, что вот здесь вот были подлокотники, ручки, которые уже вот так вот стояли в этом кресле, и на нас уже потом мама начинала ругаться, что садитесь же уже по разным креслам, потому что вы уже не вмещаетесь в одно, потому что мы растём, а всё ещё сидим в этом одном кресле. У нас были как бы и общие друзья, конечно же, у меня были также и свои друзья, потому что я чуть помладше. У моей сестры были её друзья, там свои одноклассники-друзья, там чуть постарше. Когда мы уже перед тем, как переехать в Германию, мы уже не всегда гуляли вместе, потому что у неё уже была своя компания, там какие-то свои мальчики, у меня также уже там своя компания, какие-то там что-то одноклассники и так далее. Но, тем не менее, мы с ней всегда были дружными. Конечно, были ссоры какие-то, но мы никогда не дрались с ней. Помню, был один раз момент, мы что-то друг друга хлистанули просто как-то, но в целом никогда такого не было, чтобы мы как-то друг друга колотили, там, вырывали волосы или что-то ещё. В целом и до сих пор мы друг друга очень-очень любим, хоть редко видимся, но стараемся созваниваться, переписываться, вот, поскольку Таня живёт в Кёльне. Если у неё какие-то новости, то она может мне позвонить и первой рассказать, чтобы только я знала и пока никому не говорила. Или же, если у неё там вдруг какие-то переживания или что-то она хочет спросить, то она тоже может мне позвонить, спросить, и всё в таком духе. Не портится ли кожа? Прыщи чёрные точки после частого нанесения макияжа. Спасибо. Если у вас чистая кожа, если она у вас не проблемная, и если вы её правильно очищаете и правильно за ней ухаживаете, то от макияжа ничего у вас не случится. Это какой-то миф, который говорит о том, чтобы вы не пользовались косметикой, или я не знаю, как вообще и откуда это всё начинается. Может быть, раньше, лет 20 тому назад, было такое, когда это всё начинало зарождаться, там какие-то тоналки непонятные, тушь, плевалка или что-то ещё. Но сейчас, на данный момент, у нас такой прогресс, такие инновационные технологии в создании тех или иных средств. Плюс очень-очень-очень важно смывать и ухаживать за вашим лицом, смывать тщательно ваш макияж, и только при правильном уходе у вас ничего не будет случаться на вашем лице. Викуля, только честно, а кто у вас дома убирается? Имеется в виду, есть ли помощница? Я уже тоже об этом говорила, что у нас дома нет помощников, я убираюсь всегда сама. Именно поэтому у нас иногда скапливаются просто клубы пыли, что-то там на подоконниках и всё в таком духе. Я не робот, плюс я не гонюсь за идеальной чистотой. Есть люди, которые не могут смотреть, где лежит какая-то пылинка или где-то отпечаток пальца. Есть люди, которые вообще никогда не убираются, а есть люди, как я, которые видят отпечаток пальца, но не сразу его убирают. Поскольку я работающий человек, поскольку я не могу делать всё и сразу, то я, ну знаете, не стараюсь себя накручивать и не переживать, что вдруг, если это кто-то увидит или если кто-то увидит мою пыль, если вдруг к нам незжданно, незванно пришёл кто-то там и зашёл, и прошёл, если у меня там будет где-то пыль, тут что-то валяться и тут что-то лежать, я уже не накручиваю себя. Конечно же, другое дело, когда мы приглашаем своих друзей в гости или намечается какой-то праздник, что мы будем садиться за стол, что я буду всё это подготавливать, и если они придут, а у нас будут валяться вещи там непонятно как, и тут пыль, там крошки, тут ещё что-то, то это здесь уже какая-то несостыковочка, да? Но когда вдруг кто-то не сказал, что он придёт и зашёл, и как-то нечаянно увидел, то я себя не накручиваю и не переживаю, что у нас дома вдруг как-то не убрано и как-то супер неидеально чисто, потому что мы тоже работаем, я работаю и я, у нас дети, я себя не стараюсь просто накручивать и бояться там за чьё-то мнение или кто-то там вдруг как-то что-то подумает. Главное, я знаю, что я это потом уберу, да? Я думаю, вы понимаете, о чём я, поэтому... Конечно же, если бы была помощница, может быть, у нас бы и была бы идеальная чистота, если бы она приходила там раз или два раза в неделю, уберётся, приберётся, и вообще классно. Но нет, такого у нас нет. За последние годы твой круг общения изменился? Как твои подруги относятся к твоему успеху и почувствовала ли ты зависть? Тоже такой интересный вопрос. У меня за последний год, в принципе, круг общения не сильно изменился. Может быть, с кем-то и начала общаться меньше, с кем-то, наоборот, больше. Это да. В принципе, в моём радиусе так и остались примерно одни и те же люди. И просто, как я уже сказала, я сократила, может быть, общение с теми людьми, с которыми я бы не очень хотела общаться или от которых я не вижу какого-то позитива. Или я вижу, что от этих людей не исходит доброта. Понимаете? Вот такая вот просто чистая сердечная радость за тебя. С моими друзьями, знакомыми, девчонками мы все общаемся, когда мы все встречаемся, мы как-то даже не разговариваем на тему блогерства или что-то там, ещё меня никто бы там никогда, в принципе, так не спрашивает. И я никогда об этом ничего не рассказываю, не говорю и так далее. То есть они не спрашивают, и я не рассказываю, не пытаюсь как-то... А вот у нас-то? А мы-то? А я-то ездила туда? Или там что-то ещё, да? То есть это как бы как такая работа, которая остаётся работой. Некоторые девочки, мои знакомые, на меня подписаны. Не все, правда. Есть подруги, которые мне пишут и говорят, «Вау, Вика, молодец, это так круто!» И, конечно же, меня это радует. Когда особенно за тебя радуется твоя подруга, твой человек, когда они тебе говорят, «Ой, я видела, ты была там!» Или, например, «Ой, это было вот это, и это очень круто!» Или когда, например, в прошлом году вышла моя коллекция, подруга, по-моему, одна порадовалась за меня и прям сказала, «Это очень круто!» Также так пару знакомых мне сказали, что «Да, молодец!» Вот. Я и не ожидала, конечно же, что все прям мне начнут писать «Вау, Вика, ты такая молодец! Уху!» Конечно же, тебе приятно, когда тебе пишут, что ты круто справляешься, и видно, что это ты делаешь не зря, поэтому, конечно же, это классно. Но если я вижу, что человек завидует, то, как я вам уже сказала, я, во-первых, стараюсь меньше с ним общаться, во-вторых, не рассказываю ему всё подряд, да, как бы зачем? Зачем человека беспокоить? Первый поцелуй и с кем? Ну, вот прям такой настоящий первый поцелуй был с одним парнем уже здесь, в Германии, поскольку, я говорила, я приехала сюда в 15 лет. В России, конечно, был тоже поцелуй, но просто так в губы. А здесь я, если честно, не помню, как его зовут, вот, потому что мы с ним не то чтобы встречались, вроде бы я думала, что у нас что-то начинает, но, видимо, что что-то пошло не так. Но он, я помню, когда мы начинали только как бы не то что встречаться, но видеться, да, когда мы виделись, он мне постоянно рассказывал о своей бывшей подруге. А я на тот момент как хотела показаться такой понимающей девушкой, которая хотела ему подсочувствовать. Ну, не то, что там я его жалела как-то, да, что-то я думала, ну да, да. Про себя я думала просто, что ты мне это рассказываешь вообще? Я не понимаю вообще. Мне это неинтересно, поэтому, дорогие парни и мужчины, никогда не рассказывайте и не говорите о своих бывших ни под каким предлогом. Вообще даже какие-то смешные ситуации не вспоминайте или какие-нибудь не очень смешные, а наоборот, может быть, что вас так расстраивало, всё равно этого не вспоминайте и не говорите и не сравнивайте никогда. Мне уже на тот момент показалось, что как-то это странно. И потом мы как-то с ним перестали общаться. Я даже не поняла, в чём дело. Просто он, ну, перестал что-то писать, звонить. Я сильно так не страдала, конечно же, но на тот момент было как-то немножко странно, да. Вроде бы что-то завязывалось, вроде бы что-то начиналось, а тут как-то вот так. Но я так подумала, что он, наверное, ушёл к своей бывшей опять. Будете Веронику отдавать в детский сад? Да, мы будем, конечно же. У меня Аннабелька пошла с трёх лет в садик, и я думаю, что Веронику тоже мы отдадим примерно с трёх лет в сад. Я вообще планировала чуть раньше, но по местам в садике не получается раньше, поэтому я думаю, так и получится тоже с трёх лет. Ну и как раз, в принципе, и я спокойна как бы, и как раз тот уже момент, как я считаю, когда она уже такая более-менее самостоятельная будет, поэтому... Но вообще отдавать в детский сад Веронику мы, конечно же, тоже собираемся, и я вообще за детские садики, потому что общение нужно так и так. Что для тебя деньги, и как с ними найти язык? Говорят же, не в деньгах счастье, но деньги успокаивают, правильно? Деньги очень многое значат в нашем мире. Без денег сейчас ты никуда, ничто и никогда вообще. Не дай бог ты заболеешь, и тебе нужны деньги и так далее, да? Это уже такие прям примеры. Конечно же, когда ты живёшь в достатке, и когда ты можешь позволить себе что-то купить, или ребёнку что-то купить, когда ребёнок у тебя попросил что-то купить, где ты не будешь задумываться, интересно, нам теперь хватит, там, за квартиру заплатить, или что-нибудь ещё, понимаете? В этом плане я положительно отношусь к деньгам. То есть я никогда не думала, что деньги — это зло, или там я никогда не завидовала миллионерам, и думала, что да вот, это какие-то совсем уже зажравшиеся, которые, я извиняюсь, какают деньгами, да? К деньгам нужно относиться просто спокойно и, может быть, нейтрально, или лучше даже сказать с позитивом, потому что деньги на самом деле — это деньги. А какой смысл придаём мы им, это нам решать. То есть вообще деньги — это такой же предмет, ну вот как ручка лежит на столе, да? То же самое и деньги. То есть либо мы подумаем о них хорошо, либо мы подумаем о них не очень хорошо, либо мы будем за них переживать, либо мы будем с ними со спокойной душой расставаться. И я считаю, что если у вас будет этот баланс, где вы будете и, так сказать, без переживаний расставаться с этими деньгами, то к вам и без переживаний будут приходить эти деньги, потому что деньги, опять же, любят чистую и позитивную энергию. То есть вам не нужно никогда жалеть деньги на что-то. Если вы чего-то давно хотели, покупайте себе это. Если вы всё равно в таком состоянии, что вы вроде бы себе и можете это позволить, ну вроде бы как-то и жалко, не жалейте эти деньги, да? Просто покупайте, потому что, во-первых, вы себе делаете хорошо этим, вы, опять же, на позитиве, вы довольны, что вы себе это купили, с другой стороны, вы не обеднели, и потом плюс на вот этот вот позитив опять же придут к вам ваши деньги. Вам никогда нельзя жалеть. Самое главное, никогда нельзя жалеть деньги, что вы их на что-то потратили. Плюс вообще ничего нельзя жалеть, ни о чём жалеть, если вы что-то делаете. Плюс, если вы подстригаете себе волосы, не жалейте об этом. Лично меня постоянно спрашивают, пожалела ли я, что я обстригла волосы. Люди. Я уже в который раз освежаю свою стрижку, всё подстригаю их короче, как я могу жалеть об этом, да? Если мне это надоест, я просто перестану подстригаться и буду их опять отращивать. И всё. Ну и последний вопрос. Это видео получилось, наверное, супер-супер длинным. Происходило ли с тобой что-то необычное, необъяснимое? Веришь ли во что-то сверхъестественное? Это тоже очень интересный вопрос. Хотела на него ответить. Я начала задумываться о некоторых моментах. Мне иногда снятся настолько правдоподобные сны. Но я думаю, вы это тоже можете сказать о себе, потому что иногда действительно приснится такое, ты думаешь, боже мой, где я, что я? Но у меня как-то раз приснился сон, что как будто бы я была в другом человеке. И это была такая интересная ситуация. И сон был неплохой. Просто когда я проснулась, я вначале не поняла, где я нахожусь вообще. Потом до меня дошло, что я у себя в кровати дома, всё нормально. Я начала гуглить это всё, что мне снилось, что это такое было. И я нашла такой ответ для себя более подходящий, где было написано, что скорее всего моя душа, пока я спала, пока я была в глубоком сне, пересекла какую-то грань другого измерения. И получилось так, что я находилась в другом человеке, в другом теле. И я, вот насколько бы, может быть, это удивительно и странно, и неправдоподобно это звучало, я могу это себе представить. То есть я верю во что-то вот такое. Вот это первое. Я должна сказать, когда у меня умер папа, об этом я вам также уже говорила, ещё в моём предыдущем видео, откровенно говоря, говорят же, что первые 40 дней его душа, ну душа умершего человека, ещё здесь на земле присутствует, да, как бы. И мне снились очень, очень правдоподобные сны вместе с папой. И причём такие сны, которые я всегда могла как-то проинтерпретировать. Конечно, безусловно, я здесь могу говорить, что когда вы теряете близкого человека, вы постоянно об этом думаете. И то, что я постоянно о нём думала, может быть, он мне поэтому и снился. Но мне всё равно снились такие интересные, странные ситуации, что в этих ситуациях именно папа мне как-то как будто бы помогал. Иногда мне казалось, что я вижу какую-то тень. В общем, очень-очень-очень странно. И я вот именно с этим могу сопоставить. И когда прошли 40 дней, меня прекратили посещать эти мысли. Хотя я на тот момент не думала, что вот сейчас 40 дней пройдёт, потом станет лучше, да. То есть это просто как-то автоматически прекратилось. Я не знаю, верить в это или не верить. Но поскольку я не ограждаю себя от такого вот всего, мне кажется, я всё-таки каким-то нутром могу чувствовать что-то такое вот непонятное и необъяснимое ещё на сегодняшний день человечеству. А ещё что со мной случилось очень-очень... Вот это было очень непонятно и странно, и страшно даже, я бы вам сказала. Как-то раз вечером я ехала домой вместе с Вероникой на машине. И я ехала через автобан. Скоростная дорога, по которой вы едете. Я ехала по этой дороге, было уже темно. И Вероника у меня сидела сзади на сиденье. Я ехала вперёд, смотрела. Конечно же, куда же ещё будут смотреть? Вот. И затем я услышала... Как бы вам объяснить? Как будто по стеклу сделал кто-то вот так. Вы не представляете, как я напугалась. Как будто бы именно ногтями сзади по стеклу мне сделали вот так вот. Понимаете? Я настолько напугалась. Я вначале подумала, пошёл дождь. Или что-то мне отлетело, может быть, в окно, в стекло. Я включила свет у себя спереди. Я включила свет сзади у Вероники. Вероника сидела спокойно, смотрела в окно. Вообще, у меня началась такая паника. Не то, что началась, но была такая мимолётная паника. Я так просто... Напугалась. И затем посмотрела. Рядом со мной никаких машин не было. Не шёл ни дождь, ни снег, ни град, ничего. Но это было настолько странно и настолько страшно на тот момент, как будто бы действительно кто-то ногтями постучал тебе по стеклу. Я думаю, приехала, рассказала это Саше. Саша такой на меня смотрит, скажет, что же совсем с катушек, что ли, съехала? Но он говорит, может быть, на встречной дороге, которая проходила рядом, может быть, оттуда проехала какая-нибудь машина или грузовик, от которой отскочили, может быть, мне камушки какие-нибудь или что-то ещё. Хотя я ехала на средней полосе. Я не ехала рядом с этой. В общем, это было очень-очень странно. Но после такого момента я ехала с широко открытыми глазами, хотя вечером уже было, да. У меня был такой адреналин, вы просто себе не представляете, что я прям очень хорошо смотрела на дорогу. Может быть, это и нужна была такая встряска для меня, но это было очень странно, вот действительно. Что ж, друзья, я буду надеяться, что вам понравилось это видео, что оно оказалось для вас интересным, что я смогла вам рассказать опять какие-то интересные моменты из моей жизни, что мы с вами опять познакомились поближе. Спасибо за все ваши вопросы, за ваш интерес. Было также много повторяющихся вопросов или те вопросы, которые мне постоянно задаются. Девочки, если вы, может быть, не услышали ответ на ваш вопрос, то я бы посоветовала вам заглянуть в мои другие болтологические видео, откровенно говоря, или вопрос-ответ, где я уже, может быть, раскрывала подобные темы. Что ж, ну а мы увидимся с вами уже очень скоро в моих следующих видео, и всем большое спасибо за внимание. Всем пока!